Карантин не помешал свершиться настоящему чуду. Накануне светлого праздника Пасхи на землю сошел благодатный огонь. Впервые за 10 веков за схождением огня наблюдали безверующих и паломников, только священнослужители и журналисты. В храме Гроба Господня в Великую Субботу было пусто. Слышны лишь песнопения служащих, которые раньше заглушал шум тысяч человек. Верующие по всему миру в этот день остались в своих домах, наблюдали за происходящим онлайн. Не нарушая добрую традицию, благодатный огонь спецрейсами отправили в разные страны мира. Привезли его и в Казахстан. Православных страны с этим событием поздравил митрополит Астанайский-Казахстанский. Светлой пасхальной радостью щедро поделиться и с ближними, и с дальними, со всеми, кто живет в нашем общем доме, под мирным небом нашего Казахстана. С праздником, дорогие казахстанцы, вновь и паки, с радостью восклицаю гимн жизни. Христос воскресе, воистину воскресе. Священный огонь доставили и в Шемкент. От него в городских храмах зажгли все свечи и лампады. Правда, сейчас церкви опустили. Возле икон нет молящихся. Только несколько человек следят за тем, чтобы огонь не погас. Священнослужители признаются, так пусто в храме не было никогда. Все лампады сейчас, все свечи в храме, они зажжены от того благодатного огня, который сошел в Великую Субботу в Иерусалиме. Поэтому, когда наступит день и час, я думаю, можно будет прийти и эту святыню унести к себе домой. На протяжении всего времени мы будем поддерживать эту святыню. Здесь служащие храма, которые непрестанно следят за тем, чтобы он не потух. Непрестанно, 24 часа в сутки мы находимся вот здесь для того, чтобы сохранить эту святыню для вас. Уже после карантина все верующие смогут прийти в храм, помолиться и унести частичку благодатного огня домой. Ну а пока шамкенцев призывают не выходить на улицу без надобности и ради безопасности себя и своих близких оставаться дома.